И снова других желающих не оказалось. Приют Ласка в очередной раз получил контракт на отлов содержания бездомных животных. В марте аукцион уже проходил и тогда желающих заявиться не нашлось. Повторно из-за отсутствия других участников победила Ласка. Тема отлова и содержания животных сейчас все еще одна из актуальных. Сегодня у нас в студии Софья Куликова, руководитель приюта Ласка. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Рада вас видеть, как всегда. Сонь, скажи, пожалуйста, почему все-таки в очередной раз не оказалось конкурентов? Ну, то, что касается системы отлова, то там существуют определенные жесткие требования к подрядчику, к потенциальному, кто подает заявку. И одно из этих требований – это наличие приюта, соответствующего определенным нормативам для того, чтобы содержать там животных. К сожалению, у нас в городе приютов больше не существует, и поэтому никто больше не может заявиться. Несколько лет назад были такие прецеденты, что заявлялись подрядчики из других городов. Но это не у нас в Барнауле было, в Новоалтайске. Но, естественно, они тоже были отклонены, так как они себе представляют транспортировку в другой город, в приют. Ну и, конечно же, не только отсутствие приютов тут играет роль. Тут играет роль и стоимость контракта, потому что, несмотря на то, что общая сумма, она вроде как и большая, но если мы это все переводим в единицу себестоимости работы, то есть отлова, например, одной собачки, то, к сожалению, средств очень мало. Ну мы об этом еще поговорим, но давай напомним, какие все-таки обязанности у приюта Ласка согласно этому контракту. Что входит в ваши обязанности? В настоящий момент мы работаем согласно федеральному закону 498, ну и наших местных подзаконных актов. Обязанности входят в так называемый возвратный отлов или общепринятая такая аббревиатура есть ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и возврат среды обитания. А так всегда было, кстати, или нет? Или вы не возвращали как-то раньше, мне казалось? Да, был период, когда еще не вступил в силу 498 закон, это было до 2019 года, и тогда предполагался безвозвратный отлов, то есть животное не возвращало в среду обитания. Когда закон вступил в силу, и глава 4, посвященная безнадзорным животным, начала действовать с 1 января 2020 года, соответственно, что называется, возврат узаконился. И, соответственно, каким методом ведется работа, то есть по заявке жителей, а жители могут подать заявку либо через свои районные администрации, либо через телефон нашего диспетчера 573557. По заявке жителя выезжает, ну как бы, бригада ловцов. Животное, если оно не имеет метки, не имеет бирки, отлавливается, затем привозится в приют, в приюте проводятся все необходимые процедуры, прежде всего обработки от всех видов паразитов, вот сейчас мы обязательно от клещей обрабатываем, потому что большое количество клещей, от гельментов и так далее, ну то есть от всех видов паразитов обрабатываем. Ставим вакцину, обязательно 10 карантинных дней по бешенству выдерживается, ставится вакцина от бешенства, потом животное стерилизуется, и после этого ставится ему какая-то метка, мы, во-первых, ставим клеймо, для того, чтобы оно всегда было и никогда не снималось, не смывалось, и ставим так называемую бирку, это в ухо ставится такая небольшая клипса, такие листочечки можно видеть, вот. Бывают иногда случаи, когда она может, ну там, по каким-то способам сниматься собакой, но это очень редкий случай, но тем не менее, как бы, для чего нужна эта клипса, чтобы издалека было видно, да, что животное уже прошло эту программу. А у нас находится животное в настоящий момент, согласно, ну, нашему местному постановлению, 45 дней, затем мы либо оставляем в приюте. Ну, вот если агрессивная, да, какая-то собака очень особая. Ну, если, да, такие исключительные случаи бывают, вот, ну, либо мы оставляем, например, если животное, ну, мы видим, что оно контактное, его можно переустроить, и у нас освободилось место в общем секторе, да, например, у нас кого-то забрали, освободилась будка, мы, естественно, кого-нибудь оставим на это место. Вот, либо там куда-то передаем добрые руки, если находятся желающие забрать, пока у нас животное проходит все эти процедуры, мы обязательно даем объявления в наших соцсетях, выставляем и фотографии, описание характера, то есть, ну, призываем людей все-таки брать животных как можно больше интенсивнее для того, чтобы, опять же, минимизировать вот этот возврат. Ну, либо если мы себе не смогли оставить и никто не забрал, то мы, конечно, отпускаем назад среду обитания, причем это делается с обязательной видеофиксацией, обязательно в то место, откуда мы отловили. А, прямо оттуда же, да? Да, да, обязательно видеофиксация идет и когда ловишь, и когда выпускаешь. То есть у вас на каждую собачку есть видео, как вы ее... Да, свой профайл. На каждое животное там целый пакет документов. Соня, ты вот уже сказала о том, что сумма контракта небольшая, да? А я вот посмотрела, ну, наверное, может быть, я не поняла, что там на одного животного по контракту немножко сумма выросла. Может быть, это если говорить об инфляции, то она осталась и прежней на самом деле. Вот что в сумму там 3 тысячи, около 3 тысячи рублей входит, и хватает ли вот этих действительно денег? Ну, да, в настоящий момент оплачивается несколько, ну, скажем так, услуг, да, который оказывает подрядчик по отлову, это непосредственно отлов, а это вакцинация и лечение, это стерилизация и содержание. В настоящий день, как я уже сказала, у нас 45 дней предполагается содержание, может быть, меньше, но больше уже не оплачивается. То есть иногда бывает, что мы раньше, например, возвращаем животное, либо находятся желающие забрать, да, и мы, соответственно, не 45 дней меньше держим. Вот, действительно, в настоящий момент немножко пересчитаны были, тарифы, но, как вы верно отметили, это на процент инфляции. Вот, и поэтому, конечно, стоимость не особо изменилась, там, буквально на 8%, ну, как бы, относительно всей зумы, это незначительно. Ну, относительно даже питания и вот этих всех процедур и вакцинация. Да, самая большая наша головная боль, это, конечно, стерилизация, так как у нас очень сильно выросла стоимость ветеринарных препаратов, прежде всего, наркоза и шовного материала. И, конечно, та стоимость, которая оплачивается, да, а это меньше полутора тысяч, тысячу триста в настоящий момент оплачивается за стерилизацию. Это очень маленькая сумма, особенно если мы берем среднюю собаку, да, там, в пределах 20 килограммов, то любой житель города, если когда-то обращался в любую коммерческую клинику, может узнать, что это, знаете, стоит в районе пяти, а то и выше тысяч. Конечно, это очень низкая стоимость, хотелось бы каким-то образом ее все равно пересмотреть и привести, ну, в соответствие хотя бы с тем, чтобы, возможно, было эти процедуры проводить хорошими препаратами. Да, тут тоже есть такой момент, то есть шовный материал, да. Ну, чтобы собака не страдала. Да, да, обязательно обезболивание дополнительное и так далее. То есть вот если все делать, что называется, по уму, то, конечно, это значительно дороже обходится. И благодаря тому, что у нас есть помощники, у нас есть спонсоры, нам помогают и жители города, и организации города, у нас есть возможность, ну, вот как-то компенсировать вот эту недостающую, да, скажем так, сумму по контракту помощью жителей. Вот. Почему, опять же, в эти контракты не идут коммерческие предприятия, хотя, по идее, да, мог бы какой-нибудь предприниматель заняться этой работой, потому что, ну, что называется, предприниматели умеют считать деньги, да, они понимают, что изначально контракт убыточный. Соня, ну, опять же, да, контракты выиграли и занимаешься, и ты, вот, приют «Ласка» очень давно содержанием животных, и вас часто ругают. А вот обычные жители постоянно, ну, даже часто действительно ругают. Кто-то говорит, что вот вас не дозовешься, не дозвонишься там по этому вашему телефону. И, собственно, вот, да, вы забрали животное, вы чуть-чуть подержали, и, пожалуйста, снова на улицу, ну, что, ну, называется, выбросили, что ли, как они говорят. Что вот ты могла бы этим людям ответить? Ну, во-первых, стоит отметить, что у большинства людей есть представление, что раз мы возвращаем животных назад, то их становится больше. Это абсолютно ложное мнение, потому что мы возвращаем неоткуда-то, а мы откуда взяли туда и вернули. То есть по факту оно там и было. Кроме того, вся мировая практика и российская практика успешных городов, работающих по возвратной системе отлова, говорит о том, что если животное возвращается там, где уже сформирована кормовая ниша, да, стерилизованная, там, привитая и так далее, ну, скажем так, безопасная, то оно туда не пустит новых животных, да, то есть если она кормовая, ниша существует, а чаще всего у нас где собаки концентрируются, где есть пищевые отходы в свободном доступе, где их прикармливают очень интенсивно, да, и так далее. Поэтому туда зачастую нельзя не вернуть, потому что просто придут новые, да, а новые придут неизвестно какие еще. Да, 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 и может быть там начнутся опять же свадьбы, гуляния и так далее. То, что касается работы, стоит отметить, что относительно невозможности дозвониться, ну, действительно, иногда обращаются люди с такой проблемой, ну, хочу отметить, что у нас не многоканальная линия, у нас просто один человек и один телефон, и поэтому, конечно, тут, к сожалению, невозможно, ну, как бы, постоянно на нем сидеть, тем более, когда линия занята, да, диспетчер с кем-то уже разговаривает, ну, как бы, в параллели она никак взять не может. Вот, поэтому существуют альтернативные методы, всегда можно обратиться в районные администрации, причем огромная благодарность районным администрациям, сейчас они очень активно подключились, мы в настоящий момент разработали систему рейдов, и вот сейчас с администрацией центрального района очень плотно работаем, мы выезжаем на рейды, и как раз работаем как по выявлению, скажем так, животных условно бездомных, так и, скажем так, безнадзорных, то есть тех, у которых есть дом, но, к сожалению, хозяева считают нормой их выпускать на самовыгул. И вот тут мы очень плотно начали работать и с управлением ветеринарии Алтайского края, и с нашей местной районной администрацией, и вот эти рейды, они тоже, я уверена, ну, как бы, в скором будущем принесут свои плоды, так как, например, то, что касается частного сектора, то очень часто там вызовы идут именно на хозяйских собак, отпущенных на самовыгул. И у нас бывает... Ну, то есть всем кажется, что они просто ничьи, а они вот есть у них хозяева. Да, они есть, значит, приезжаешь, ты начинаешь собачку-то забирать, а тут же бежит хозяин, и говорит, то я куда бы моего, да, песика. Конечно, очень сложно вести учет и контроль, пока у нас нет регистрации, и все зоозащитники, в том числе, ну, как бы на российском уровне говорят, что для того, чтобы нам навести порядок, скажем так, с количеством животных, нам необходима регистрация, потому что без учета невозможно контролировать. Да, даже сейчас вот штрафы, которые вводят, и за самовыгул, и за выбрасывание, ну, как бы, очень скептически относятся большинство людей, потому что непонятно... Не найти, да, вот этого человека. Применяться, во-первых, как его искать, это что у нас, целая служба, отдельный подраздел полиции, что ли, будет заниматься, или кто, ну, то есть, кто будет этими разыскными работами заниматься, тоже не ясно, а во-вторых, еще пойди докажи, да, потому что он скажет, да нет, это не моя, да вообще она прибилась, да, да, и она сроду не... Ну, то есть, хозяину просто отказаться от животного, особенно если какой-то проблемный случай, например, он подпустил на самовыгул собачка, там, не дай бог, на кого-то напала, да, и получается, кто отвечать-то должен. Вот, и вообще, то, что касается животных, то тут, ну, как бы, история, она для простой логики человеческой вполне очевидна, то есть, вот смотрите, количество животных, это, по сути, бассейн, да, и в него может поступать вода только, ну, как бы, по определенной трубе, вот, и, соответственно, чем больше мы сюда льем, да, тем больше воды. Соответственно, как она может поступать туда, вот как животные эти могут поступать? Либо они рождаются на улице уже у бездомных, да, и как раз вот программа ОСВВ, она вот эту трубу должна перекрыть, да, то есть, она должна всех поперестерилизовать, соответственно, все находящиеся бездомные животные на улице не должны увеличиваться, да, не должны плодиться. А вторая труба у нас есть, это хозяйские животные, да, то есть, где есть выбрасывание, самовыгул или рождение ненужного, невостребованного потомства. Нам каждый день в приют звонят люди с вопросом, как вам сдать, котят или щенят. Ну, то есть, вот буквально вчера мне звонил мужчина, он там, кстати, пообещал везде и всюду писать на меня жалобы. Он говорит, как вам сдать котят? Я говорю, а что за котят? Ну, вот у моей кошки. Я говорю, так нам нельзя сдать котят ваших, мы можем помочь вам только в стерилизации вашей кошки. Тут он говорит, вам вообще-то за это деньги платят. Я говорю, за ваших котят мне никто никаких денег не платит. Как государство выделяет? Я говорю, государство выделяет по программе возвратного отлова на отлов, стерилизацию и возврат среду обитания безнадзорных, бездомных животных. Они ваших хотят. У нас, говорю, есть федеральный закон 498, который четко прописал ответственность хозяев, что вы несете ответственность за своего питомца, и вы обязаны не допускать появления нежелаемого потомства. Там прям так прописано. То есть он сам должен пристроить котят? Конечно. Либо он должен не допустить этого, соответственно, либо стерилизовать, либо как-то в момент, скажем так, такого гона не допустить, чтобы животное покрылось, либо, естественно, каким-то образом самостоятельно их пристраивать. То есть это все прописано четко в законе. Но у нас прописано-то оно вроде как логично и понятно, но вот когда приходит время применять это на практике, зачастую не работает. Понятно. Я так поняла, что без сложности не обходится, несмотря на то, что вы контракт в очередной раз выиграли. Но все-таки ситуация, которая была с этими безнадзорными животными, она меняется у нас, она становится лучше. Ты сказала про рейды. Ну а в целом, меньше их становится или нет? Нет, то, что касается количества животных безнадзорных, то это идет, естественно, сокращение животных. То есть если мы сравним, например, ситуацию в городской среде 10 лет назад и сейчас, то животных бездомных безнадзорных стало значительно меньше. Соня, ну и заключительный вопрос. Вот как ты думаешь, у вас появятся когда-нибудь конкуренты и нужны ли они вообще? Ну вот в плане, да, какие-то еще приюты? Нет, конечно, нужны. На самом деле для нашего довольно крупного города одного приюта мало. Хотелось бы, чтобы их было несколько, потому что мы тоже общаемся много с кем по России и чаще всего, конечно, несколько приютов в городах существует, которые даже по количеству жителей меньше, чем наши. Конечно, приюты не должны быть какого-то безграничного приема, потому что тут, знаете, как и везде, количество, оно убивает качество. Чем меньше животных, тем можно лучшие условия им обеспечить. И одно дело, когда там, например, у тебя там, не знаю, в приюте 100 собачек, да, другое дело, когда у тебя их тысяча. Знаете, у меня есть такая мечта, я когда говорю, что я хочу, чтобы бездомных животных не было, ну так немножко с ухмылкой мне говорят, типа, ну а чем тогда вроде ваш приют будет заниматься? Я говорю, так я хочу, чтобы приют, он был для, ну как бы, невостребованных домашних животных. У нас очень много сейчас обращений, когда переезд, аллергия, хозяйка там, например, умерла, там какая-нибудь бабушка, частный дом остался, там собачка на цепи, да, и так далее. То есть, когда вот, по сути, вот именно этим животным и должен помогать приют. Спасибо. Чтобы у вас все было хорошо, на самом деле, чтобы люди к вам шли и помогали вам с животными, и чаще забирали, может быть, к себе домой. Да, это самая большая помощь для приюта, я всегда говорю. А я напомню, что сегодня мы говорили с Софьей Куликовой, заместителем представителя организации «Ласка», руководителем приюта для животных.